Когда будут гатифицированы улицы? Строится ли жилье для детей-сирот и многодетных семей? Могут ли рассчитывать жители одной из деревень республики на дорогу? С этими вопросами сегодня обратились жители Чувашии к временно исполняющему обязанности главы Михаилу Игнатьеву. Алексей Петров окончил сельхозакадемию и сейчас работает в селе Новая Байбаторева Яльчикского района агрономом. Он стоит в очереди на получение жилья в списке детей-сирот. Михаил Игнатьев отметил, что в селе Яльчике на улице Мира сейчас строится новый дом. После прохождения всех процедур молодой человек получит квартиру. Однокомнатную квартиру в этом доме по этому адресу один из предполагаемых вариантов будет представлен практически в этом году. Вы получите где-то, может быть, в конце сентября или в течение месяца до начала зимы. Практически уже можете зимой переехать туда и сможете жить там. Ежегодно в Чувашии выделяются средства на строительство жилья для детей-сирот. За последние три года на эти цели направлено более 1 миллиарда рублей. Екатерина Иванова интересовала вопрос газификации новых улиц в поселке Кугеси. Сейчас там активно застраиваются улицы Светлая, Дальняя, Кедровая и Весенняя. Много многодетных семей, которые не могут переехать из-за отсутствия газа. Проект на спектакль документации есть, положительное заключение есть. Мы в этом году, скорее всего, начнем все четыре улицы по проведению газа. Соответственно, там, в районную организацию надо добрать. В основном будет заниматься администрация Чекусарской районы. Администрация Чекусарской районы. Мы данный вопрос возьмем на контроль. Семья Волковых из Канажского района воспитывает пятерых детей. Живут в доме площадью 60 квадратных метров. Что говорят в администрации вам по данному вопросу? Ждете уже? Ждете, да? Ждете. Стоим, как говорят, на первом месте. Ну да. Первые, да, в очереди? Первые. Мы каждый год проверяем эту информацию, чтобы быть в курсе. В делах 65-66 квадратных метров мы будем представлять по выделенным средствам. Средства мы районы выделяем, соответственно. И на основании этого администрация района уже обеспечит банк соответствующих квартир. Поэтому к Сафронову или его записителю надо обратиться. Мы сейчас карточку полностью оформляем, возьмем метрный вопрос на контроль. Но к Новому году, если никаких проблем не возникнет, я там получу. Обнадежил Михаил Игнатьев и жители деревни Ватлана Аликовского района. В этом году выделены средства на строительство дороги с твердым покрытием в этом населенном пункте. Администрация района до начала зимы должна провести благоустройство. А вот Вера Афанасьева пришла поблагодарить Михаила Игнатьева. В июне этого года в Чебоксарах благоустроили пустырь по улице Университетской. В недалеке как вчера было собрание жильцов нашего дома. И вот они просили выразить вам большую благодарность, признательность за благоустройство. И сегодня мы стоим и вообще пустыря, который нас очень огорчал. И теперь на месте этого пустыря появился сквер имени Игоря Петрика, где есть тенажеры. Михаил Игнатьев отметил, что благоустройство городов и сел Республики продолжится. Сейчас предстоит оценить то, что еще необходимо сделать. А затем создать все условия, чтобы было комфортно жить и заниматься спортом. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.